Как быстро летит время, друзья! Вот замечаешь бег времени только иногда по таким вот вехам, знаете. Я вот смотрю опять, вы видите, у нас опять регата вокруг острова. Вот это вот парусники. Я в прошлом году снимала вам их, даже забегала в воду почти по грудь. Думала, поближе вам их снять, чтобы красиво было. Вот они все идут мимо нашего острова Буяна. И вот они целый день. А сейчас уже солнце садится. Я же работаю теперь. Я вот пришла опять только вечером на пляж. И некогда мне было. И увидела, что здесь у нас оказывается сегодня, 29 июня, снова регата вокруг острова. Сейчас уже пляж довольно пустынный, как вы видите. Вообще сегодня было у нас очень жарко, друзья. 26 градусов. Вы знаете, непривычно. Я не знаю, кто-то мне говорит, что там у вас сейчас под 40. Так, конечно, это просто представить трудно. Хотя, может быть, даже и 40. Можно где-то в тенечке сидеть на пляже, вот так вот купаться. Но не в городе. Нет, нет, нет. В городе я не могу. Я пришла, тоже искупалась. Но показывать вам, как я купаюсь, как я плаваю, я не могу. Я вам сейчас вот скину свое видео прошлогоднее. На этом же самом месте, когда я заходила в воду. Посмотрите, кому интересно, как я купалась и плавала. Ну, вообще, в этом году как-то все у нас сместилось. В прошлом году я, по-моему, в апреле месяце открыла пляжный сезон на день рождения королевы. А в этом году я буквально, наверное... Вон, люди с ума сходят. Я буквально, наверное, только... Ну, дней 10, 2 недели назад, как я решилась искупаться. Вода в океане не зависит от того, солнце светит или не светит. Вот как ни странно. Тоже для меня вот это вот интересный такой момент. Может быть, кто-то не знает, вам расскажу. Вода зависит от того, какое течение. Подводное течение, донное приходит сюда или приходит поверхностное течение. От этого зависит, теплая вода будет у вас или холодная. Вот, например, мы купались неделю назад и было 20 всего градусов. Было прохладно даже, ветерочек. Но, вы знаете, вода была как парное молоко. 24-25 градусов. А сегодня целый день жарило солнце. Казалось бы, вода должна нагреться. Ну, вот она пришла, вода. И она холодная. Вот, понимаете, как интересно. Это не река, все-таки это океан. Ну, а я на всем том же самом месте. Вот, видите. А кафе это двухэтажное. Здесь у нас музыка по понедельникам. Очень много людей. Вот. Живая музыка. Поет там такой афроамериканец с косками. Поет неплохо. Тоже вам скину видео в прошлом году об этом. А вот здесь такая станция. Lifeboat называется. Спасательная станция. Видите, написано. Rescue. Ну, Rescue это спасательная, так называется, станция. И вот здесь вот они. Вот в таких костюмах спасатели. Сейчас они привезли сюда свою лодку спасательную. Они, по-моему, были опять на каких-то учениях занимались. Вот сейчас они ее моют. И дальше завезут туда, в ангар. А лодочек осталось уже мало. Странным образом. Яркие, красные, желтые, зеленые, голубые были парусы. Но сейчас почему-то только темные. Остались темные и белые. Не знаю. Вот такая лодка спасательная. Видите, какая. Она довольно-таки большая. Два мотора у нее внизу. Вот ее трактор привез сюда. Вот они ее сейчас помоют все как следует. Позанимались на ней. Спасать пока некого, слава богу. Все намоют в ангар. Загонят ее. До следующего раза. А я сейчас немножко обсохну. У меня, я плавала, ныряла прям с головой. Очень люблю на воде лежать. Поэтому голова мокрая. Сейчас обсохну немножко. И пойду наверх. Через свой вот этот парк. Вот туда мне идти. Ноги у меня все в песке. И вообще я сегодня, видите, в таком красивом царафане. Обсыхаю. Здесь, кстати, какой-то странный монумент. Или памятник, не знаю. Я вот сколько хожу мимо, никогда сюда не поднималась. Сейчас попробую подняться и посмотреть, что же там такое. Вот я поднялась. Вообще странное сооружение, скажем так. Что оно символизирует? Объясните мне, я не понимаю. Сейчас обойду вокруг. Посмотрим, что, может, что-нибудь написано. Не было ни разу, говорю же. Здесь нет, на камне ничего не написано. Что за монумент? Вот эти вот какие-то странные, знаете, ультра-модерновые. Вот эти памятники. Они меня как-то удивляют. Вот чем, чем, что это, для чего это? Пожалуйста, объясните мне. Я не знаю. Ничего не написано. Сейчас еще с той стороны посмотрю. Единственное, что может быть, здесь вид на море, но да для чего возвели эти странные ворота тут. Ничего не написано. Ни малейшего представления я не имею. Вот это интересно. Единственное, что, конечно, то, что здесь ну вот такая вот небольшая площадочка типа смотровой, что ли, но там опять кусты. Вот туда вид на пролив, на наш Соланд. Ну не сказала бы я, что тут шикарный вид. Цветов уже конец июня, начало июля мало. Ну вот розы, наверное, только. Потом вот попадаются какие-то такие цветы интересные. Почему-то вот основные-то все цветы уже отцвели. Здесь огромная вот такая вот территория специально для парковки. Видите? Паркинг-плейс. Но она как-то, знаете, всегда свободная, потому что хоть и пляж рядом, но здесь дорого оставлять машину на этой парковке. Парковка платная. Вот. Стоит 3 фунта в час. И люди как-то не очень хотят. Вот. А вообще я эту парковку помню, использовала, когда училась сдавать. Перед тем, как сдать на права, я училась ездить, я училась парковаться задом, передом. И вот именно вот здесь, на этой парковочке все это и происходило. Здесь свободного места полно и очень удобно. Вообще, вы знаете, последнее время ловлю себя на том, что разленилась страшно. вот. Раньше как-то бегала каждый день по 3-4 часа. Гуляла. Вот. После ужина, помню, готовила мужу ужин. Потом он садился у телевизора часов в 6, наверное. Мы ужинали в 5, но вот в 6-7 я выходила из дома. И я гуляла везде. И было мне сколь не лень. И было так интересно гулять. Что случилось сейчас, я не знаю. Но мне так лень. Я вот все, знаете, приду и думаю, ой, хочу съездить, взять с собой мольберт, где-то встать, порисовать на природе. Нет, мне лень. Не знаю, то ли может быть все уже всему свое время. И вот здесь, например, тоже. Вот я сейчас живу не так и далеко от пляжа. Вот подняться через этот парк, мне буквально тут 5 минут в гору подняться, и я дома, или я на пляже, спуститься на пляж. И вот чего бы скажете вы летом, да и сама я тоже удивляюсь, вот так бы встать рано, раз-раз-раз, бегом пробежечку туда вниз, искупаться в море, зарядочку на берегу, обратно, столько энергии, сил, ну, все рядом. Я не могу, мне лень матушка, у меня ножки устают, не знаю я, как-то уже мне не хочется идти. А может быть, все-таки это потому, что вот пары нет, вот видите, ходят люди парами за ручки, собачкой, гуляют, им интересно. Вот мне тут, знаете, опять выкатили некоторые мои комментарии, что это я, все у меня мужчины на уме, надо другим, как там говорят, надо подумать о вечном, а вы все о мужчинах, да, вот как-то мне интересно, мне кажется, женщина только тогда ощущает себя женщиной, когда рядом с ней есть ли любимый мужчина. Здесь, опять же, у каждого свое, кто-то может предпочитать другую жизнь, возиться с детьми, с внуками, кашки варить, гулять с внучатами, сидеть на лавочке на заваленке, да ради Бога, друзья, вот я нет, мне больше как-то активный образ жизни интересен, хотя с внуками я тоже очень люблю погулять, пообщаться, мои внуки уже взрослые, одному моему внуку уже 13 лет, а другому 7, вот будет, то есть практически уже знаете, тинейджер, взрослые мальчишки, ну вот я их редко конечно вижу, очень скучаю, и вообще так или иначе, но мой канал не об этом, друзья. я